Если в семье случилось несчастье, изменил муж, ушел из жизни близкий родственник, например, можно ли в восстановлении психического состояния обращаться за помощью специалиста-психолога, принимать куспокоительные таблетки, и все нужно принимать смиренно и только молиться Бога и посещать церковь. А тут по поговорке, что русскому хорошо, то немцу смерть. Тут по поговорке. Какой ты? Если ты искренне для Господа, и ты, когда из тебя какие-то тяжелые испытания переживаешь, ты с молитвы Господу верность хранишь, то тебе и не понадобятся ни психологи-специалисты, ни таблетки. А если ты другой, ну, что ж теперь? Что ж теперь? Ну, пусть будут и таблетки, и психолог, если ты другой. Ну, кто по-настоящему с Богом, тот никогда не бывает вышиблен из колеи. У того не бывает депрессий, уныния и отчаяния. Ну, с Богом-то как это может быть? Ну, как это может быть? Пример один я рассказывал, как-то скажу. Был человек, его имя, фамилию и отчество зовут Тихонов Иван Алексеевич. Тихонов Иван Алексеевич. Это давно было. На Среднем Волге здесь. Позже что следующее. До войны. В деревне. Под Ульянском. У него сгорел дом. Вот такое несчастье. Односельчане, родственники, жалея его, миром устроили, как так говорят, помощь. То есть собрались как субботникам и помогли отстроиться. Только они это сделали, он сгорел второй раз. И потом третий. Когда третий раз он сгорел, они сгорели, у него после второго раза сильно очень жена пережила. И она на нервной почте обезножила. И поэтому, когда третий раз сгорели, он кинул в первую очередь жену вытаскивать. Она не может передвигаться-то. Выноси ее. И все, что он мог еще вытащить, это вот самое ценное, чтобы он у нее сохранился от трех пожаров. Машинка швейная, тогда это ценилось очень. Когда это третий раз произошло, когда он третий раз сгорел, было так. Ну, люди набежали, там кто-то гасит, тушит, помогает. А он как стоял, так и стоял. Вот жену вынес с машинкой, больше видит уже невозможно сейчас пустить. Стоит трое детей, жена парализованная, машинка вот, и он стоит, и не тушит, не бегает, просто молчит. И когда соседи затушили, а только пепелище осталось. И никто не расходится. Его видят. В каком состоянии? Может, он на нервную почву, мало там чего, поехал, крыша-то. И заговорить, заговорить боятся. Убедиться в чем-то таком страшном. Мне рассказала его родная дочь. Поэтому я с ее словом говорю. Говорит, так вот, отец, когда все так стоят, напряжение, он пошел. Пошел на пепелище, ну, там, где подполучил, отодвинул, говорит, ногой головешки, нашел место, потоптался, посмотрел, нашел в сторону востока, где, снял картуз, перекрестился и запел. Тебя, Бога, хвалим. Знаете, это слова Амросия Медиановского. Тебя, Господи, исповедуем. Тебя, предвечного Отца, вся земля величаем. Тебе все ангелы, тебе все силы, тебе Херувим и Серафимы непрестанно в глаз им взываем. Свят, свят, свят Господь Слов. Его душа благодарность Богу несла и велась. Она мне рассказала, его дочь, говорит, что было с теми, кто рядом с тобой, я такого потом не делал никогда. Она говорит, что бабы в голос плачут, я потом по жизни видел, что мужики в голос, в голос, сквозь слезы плакали и подпевали ему. Такого ягодча не видел потом никогда в жизни, никогда. Три раза подряд сгореть, и он поет тебя, Бога, славим. У настоящего христианина не только нужды в психологах, таблетках для успокоения нет, а не бывает и состояние такого. Мы всегда Бога только славим. Мы знаем, что случайного ничего никогда не бывает, и все в руке Божьей. Ну, кто до этого не дошел, конечно, таблетка тоже хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!